Девушки отдыхают Это почти 6000 слов безудержного восхваления, и когда заканчиваешь читать, задаешься вопросом, почему никто до сих пор не основал религию вокруг Стэйси Абрамс, четвертую великую авраамическую веру. Согласно Washington Post, Абрамс гораздо больше, чем просто бывший депутат Заксобрания штата, которая часто выступает на кабельном телевидении. Она духовная фигура. Действительно, она вполне может быть нашим спасителем. Послушайте, как совершенно пораженный репортер Post описывает встречу Стэйси Абрамс с ее преданными товарищами, и когда вы это услышите, имейте в виду, что мы ничего не выдумываем. Это дословно. Цитата. Конец цитаты. То есть она что-то вроде супермодели, но она же и супергероиня. Вообще, статья так и озаглавлена. Сила Стэйси Абрамс. На приведенной фотографии она позирует с накидкой за спиной, как супермен. На всякий случай, если вы все же упустили основную мысль статьи, эта женщина собирается спасти мир. И Washington Post считает, что это возможно. Разумеется, эта история была задумана, чтобы подтолкнуть Джо Байдена выбрать Стэйси Абрамс своим напарником. Сейчас уже никто из тех, кто знает Байдена или просто внимательно за ним наблюдает, не думает, что он в своем состоянии сможет руководить страной, или даже просто отслужить полный срок в качестве декоративного президента. Любой, кто станет вице-президентом при Джо Байдене, фактически будет президентом Соединенных Штатов. Отсюда возникает очевидный вопрос. Кто вообще такая эта Стэйси Абрамс, которую они так неустанно продвигают? Чем она, например, занимается? Это, пожалуй, первый вопрос. Как выясняется, особенно... Ничем. Предположительно, Абрамс руководит каким-то комитетом политических действий, который спонсирует Майк Блумберг. Она также является членом нескольких советов. В общем, не так много работы. Настоящее призвание Абрамс — быть профессиональной жертвой. Это ее настоящая работа. Три года назад Абрамс была депутатом Палаты представителей штата Джорджия. Это настоящая работа. Кстати, это все еще самый высокий пост, который она когда-либо занимала. Пока она была там, она сделала практически ничего. Мы проверили. В 2016-м она получила некоторую известность, когда предложила принять закон, который приказал бы полиции изъять все так называемое штурмовое оружие в штате. Тот же самый закон сделал бы обладание тем, что она называла магазин большой вместимости преступлением, и снова полиция была бы обязана отобрать их силой. Она сделала это... Ну, вот и все. Почему мы знаем ее имя? Ну, потому что в 2018-м Стейси Абрамс проиграла гонку за пост губернатора Джорджии, и несмотря на то, что они говорят, отставание было значительным. Она недобрала 55 тысяч голосов, почти полпроцента. И это были выборы с самой высокой явкой избирателей за последние десятилетия. И она все равно проиграла с разницей в 55 тысяч голосов. Как же отреагировала Абрамс? Ну, она притворилась, что этого никогда не было. Она все равно объявила себя губернатором и обвинила тех, кто с этим не соглашался, в расизме. Что ж, вместо того, чтобы позвонить в органы по охране психического здоровья, многие из ее товарищей демократов подыграли этой фантазии. Без давления на избирателей, Стейси Абрамс была бы губернатором Джорджии. Если бы эта страна не была расисткой, Стейси Абрамс была бы губернатором. Именно давление на избирателей, особенно на афроамериканцев, помешало нам сейчас иметь губернатора Стейси Абрамс. Стейси Абрамс должна быть губернатором Джорджии. Когда у нас допускается давление на избирателей по признаку расы, мы не можем сказать, что живем в условиях демократии. Если бы эта страна не была расисткой, Стейси Абрамс была бы губернатором. Кстати, если посмотреть на факты, есть буквально ноль доказательств того, что это правда, или даже что-то вроде правды. Не имеет значения то, что Стейси Абрамс не стала губернатором Джорджии, проиграв справедливые выборы с самой высокой явкой за последние десятилетия, может объясняться только расизмом. Это позиция Стейси Абрамс. Она использует ту же тактику, чтобы ее выбрали кандидатом в вице-президенты. Если Джо Байден не выберет Стейси Абрамс, он расист. Считаете ли вы, что не выбрав цветную женщину, черную женщину, если точнее, он как бы даст пощечину черным избирательницам? Я разделяю вашу озабоченность по этому поводу, потому что цветные женщины, в особенности черные женщины, это сильнейшая часть демократической партии. Нам нужен выбор, отражающий разнообразие Америки. Да, вам нужна Стейси Абрамс. Вот что вам нужно, мистер расист. Так что говорите о Стейси Абрамс, что хотите. Она не такая. Невозможно ошибиться в том, что она имеет в виду. Посыл вполне однозначен. Дайте ей то, что она хочет, или она назовет вас расистом. Другое слово для этой тактики — политика идентичности. И, конечно, Абрамс поддерживает ее, и не без гордости. Я склоняюсь к политике идентичности. Я верю в нее. И верю, что политика идентичности — единственный подход, который побеждает. Вы должны хлопать, потому что вы здесь, у вас тоже есть идентичность. Цитата. «Политика идентичности — единственный подход, который побеждает». Где Абрамс выучила этот циничный лозунг? Наверное, в юридической школе Еля, где, как и многие профессиональные жертвы Дони Йоа, она, разумеется, училась. Попадется ли на это Джо Байден? Да, наверное. Он слаб, сбит с толку и отчаянно пытается сделать своими соратниками крутых ребят. Но стоит ли остальным попадаться на это? Стоит ли позволить Стейси Абрамс управлять страной, только чтобы вас не назвали расистом? Вот как на самом деле стоит вопрос. Редактор субтитров А.Семкин